Борзя вторая, он же Барнаул. Некогда элитный жилой комплекс, в котором жили военные. Здесь царили уют и чистота. А в местный магазин, торговавший военцнабом, съезжали со всей Борзи. При военных так-то огорожено все было. Все охранялось. Они охраняли. Ходили охрана. Все было при военных. Хранялось все. Никто ничего не трогал. Порядок, чистота была. Даже сам командир кочегарил котельный и заставлял всех своих подчиненных. Апокалипсис наступил в 90-е, когда городок начали покидать военные. Жилье перешло в муниципальную собственность. В него стали переселять горожан. По большей части тех, кого когда-то уже выселили за неупладу услуг ЖКХ. Часть из них разъехалась, не прожив и месяца. Прописки не было у них. Ордера не выписывались. Жили просто так. Еще с собой прихватывали. Поснимают краны. Все уезжали. Все бросали. Городок начал приходить в запустение. Дома растащили на блоки и кирпичи. Хотя некоторые до сих пор стоят и смотрят своими пустыми глазницами на пару-тройку все еще жилых строений. Например, на 40-й дом. Для нынешнего Барнаула прямо-таки элитку. В 2014 году в этом доме даже провели капитальный ремонт. Швы нужно залатать. Швы ничего не залатали, ничего не делали. Не красили, не белили. Щетчики в подъезды не вытащили. Говорили, что будут выносить щетчики в подъезды. Тоже не вынесли их. Не меняли входные двери. Тоже как бы должны были поменять входные двери. Все шатаются, качаются. Наняли специалистов, которые потом сообщили жильцам, что смета капремонта была завышена почти на 2 миллиона. Компания, которая занималась домом, скорее всего, была предупреждена о конкурсе заранее. Да и актов выполненных работ нет почему-то ни в районной администрации, ни даже на сайте фонда. Обратились в прокуратуру. Бестолку. Тем не менее, приехавшие в Борзю специалисты говорят, что капремонт и в самом деле прошел с нарушениями. Электросети не заземлены, трубопровод установлен ненадежно, а отремонтированная с нарушениями система водоотвода затопила весь подвал водой. Во-первых, нужно провести строительную техническую экспертизу для установления всех вот этих негативных факторов, ну и подавать в суды с требованием о переделке. В Борзинской администрации комментировать ситуацию на камеру отказались. При этом, по нашим данным, администрация уже несколько лет отапливает микрорайон за спасибо. Там ведь садик и школа. Как их бросишь? Беда же Барнаула в контингенте, который больше чем наполовину неблагополучный. И который сама же администрация, напомним, туда и заселила. Тем временем в фонде капитального ремонта нам сообщили, что будут разбираться в ситуации. По их данным, устранением неполадок должна заниматься подрядная организация, поскольку в течение пяти лет дом находится на гарантийном обслуживании. Никита Гребенников, Павел Шиповалов, ЗАПТ-ТВ.